МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В День защитника Отечества Благовещенск с концертом приехал Ефим Шифрин, потому что юмор – это тоже очень сильное оружие. Здравствуйте, Нахим Залманович. Оружие и защита, позвольте добавить. Защита. Люди защищаются юмором – страшное дело. Вы согласны с тем, что это тоже оружие? Оружие. Но, знаете, по характеру моему я с этим оружием ни на кого не нападаю. Мне важно этим оружием защитить. Сейчас все не так, слава богу, как нам хотелось бы. Есть трудности всякие. А вот эти трудности легче преодолевать, улыбаясь, мне так кажется. Откажите, а природа смешного меняется со временем? Вот 80-е, 90-е, нулевые сейчас. Коренным образом меняется или нет? Ну, меняется в реалии, конечно, но природа смешного, я не понимаю, что с ней могло бы случиться. Смешно по-прежнему то, что смешно. Меняется, да, реально. Слушайте, я когда сейчас натыкаюсь в Ютубе на какие-то свои давние монологи, допустим, 90-х годов, в которых реальная была тема голода, ну такая она, саркастическая, там со всякими… Ну, мне как-то неловко, я думаю, неужели до такой степени? А было, было. Потом для сатириков страшно меняется вот весь этот персонажный ряд, да, вся эта колода. Если он кого-то упоминает в своих монологах сатирических, то эти вообще тексты на раз, на два года. Я не люблю такие тексты. Где приметы времени неузнаваемые, я не быстро устареваю. Ну, слушайте, ну а что-нибудь с более этим сроком хранения, с продолжительным? Ну, смотрите, сейчас молоко делают, он купил в январе до декабря, но, правда, никто не знает, можно ли это пить. Но вот такая сиюминутная, злободневная, такая сатирическая эстрада, что-то мне вот уже здесь. Потому что я-то вырос в закрытой стране, да, когда очень стремились к лукавому юмору, когда стремились там назвать, когда можно. К между строчью. Да, а чего сейчас называть, когда эти функции взяла на себя журналистика, причем так смело и так спокойно, и у нее иногда лучше получается, потому что, значит, не наши недоучки, это люди с образованием, уж в чем в язвительности с ними состязаться сейчас совсем не нужно. И слава богу, что они эту функцию взяли на себя. Мне вот природа такого смеха не сопряженного, вот прям с повесткой дня мне как-то ближе. Я что-то не... В общем, если выбирать между юмором и сатирой, юмор – это ваша история. А я уже давно выбрал. За мной какой-то сатиры такой. Но, правда, можно сказать, что день сегодняшний за окошком моих монологов все равно чувствуется. Потому что я не позволю остаться в репертуаре тому монологу или тому тексту, который уже сдох. Вот он уже на последнем дыхании. А обычно помирают монологи не просто там неважные, да, такие не хочется брать в работу. А те, в котором... Ну, это феномен эстрады, в котором нет связи с нынешним днем. Ну, а я их выбрасываю. Но у нас страна такая же, что ничего страшного. У нас долго ничего не меняется. Поэтому и репертуар такой же очень. Вы и играли в «Шварцевском драконе» бургомистра. Да. Как вам кажется, в сегодняшней России пьеса получает новую актуальность? Ну, мне кажется, что «Шварцевский дракон» какой-то на нашей почве вечный. Вечный. И, опять же, дело не в алюзиях. Вот там, с какими-нибудь там лицами важными. Дело не в этом. Дело в том, что... Тут в том числе и драконы. Драконы, которые внутри каждого из нас. Да, дракон внутри нас – вот это вечное. Потому что мы сами себе драконы. Мы все время что-то хотим от государства и от власти, хотя сами его чудесно избирали. И при этом ничего не хотим делать сами. Вот в этом отличие от нас, от западных людей. Для тех политика – это их завтрашний день. Они ходят на выборы, потому что они знают, что они себе выбирают не начальников, а тех, кто эффективнее распорядится их жизнью социальной. А у нас мы все время что-то выбираем себе начальников. Выберем, а потом недоумеваем, почему они нам уже не любят. Так вы не выбирайте начальников, вы выбираете управленцев. Нам надо починить вот эту дорогу, нам надо восстановить вот этот завод. Нам надо вот таких людей избирать. А мы все время выбираем себе по советской традиции начальников. А потом страшно этот самый... А потом уже с этим драконом не можем справиться. Ни внутри себя, ни снаружи. Мне кажется, что посыл этой пьесы... Важность посыла как раз в последнем диалоге Ванцелота и Эльзы. Мы должны... Да, собственно, и у Вольтера, и в Кандиде. Мы должны сад возделывать. Упорно заниматься садом. Слушайте, а чего еще? Мы должны что-то... Ну, хорошо. Если мы добрались до возделывания садов, у вас была программа «Шифриной в ковчег». Да. Давайте пофантазируем. Если вам Господь предлагает построить ковчег и взять на борт по паре фильмов, по паре книг, по паре песен, что возьмете? Знаете, почему я паузу взял? Потому что меня так смущает всегда этот интернетовский вот этот вот ограничитель. 100 любимых фильмов, 100 любимых... А вот от слова «любимый анекдот» я могу... А у меня выбор был? Скажите, мы сказали по паре каждого взять. Это тоже пришлось кем-то жертвовать. Да, я улечу. Ну, слушайте, у меня такой прям... Знаете, люди, которые часто едят фуа-гра, там, или, не знаю... Когда я спрощу, что они хотят, они говорят, селедку хочу с черным хлебом и картошкой. Вот иногда мне хочется пересматривать то, что... Просто сочинено, и еще появилось до слова «Артхаус». Вот какой-то очень хорошо сделал. Вот я, например, могу смотреть «Баллада солдат» сколько хотите. Она ясная картина, в ней нет изысков. Она... Ну, там, не знаю, по тем временам что-то какие-то наплывы идут, там, это сложные вещи, тогдашники на пленке. Ну, в принципе, абсолютно внятная история. Ненравоучительно, самое главное, для своего времени. Да, почти. Говорят, что Чаплин, когда смотрел и сказал, после того, как Алеша подбил там с разом несколько танков, сказал, что это абсолютно неправда, но это абсолютно искусство. Не знаю, принадлежит ли Чаплину на самом деле эта фраза, но я могу себе представить, что на него... Этот фильм мог же произвести такое же впечатление своей простотой. Знаете, как у Пастернака, впасть в простоту, как в ересь, неслыханную. Наша интеллигенция всегда выбирает сложные удовольствия. Я ее понимаю, потому что тут шоу-бизнес, там это попса, здесь это все упрощено до смерти. Но иногда простое бывает страшно изысканным. Я бы взял, не знаю, вы говорите, по два, но в айпаде... Кто ваша себя-то катушкой? Я бы взял один айпад, мне даже два не надо. А в айпаде было бы уже все. У меня на самом деле в айпаде огромная библиотека, просто огромная. Я думаю, боже, сколько же я накачал пират несчастный. И часто книги по естествознанию, например, с какого боку... Потому что вот тут у меня дырка в образовании, мне важно знать, на каком расстоянии Земли от Луны, или там ничего не знаю, теория струн. Или художественную литературу, фикшен я вообще почти не читаю, потому что мне кажется, что вот я наелся, мне теперь надо знать, как устроено мироздание. Но туда бы... Вот молодой солдате бы всунул, конечно. Взял бы с собой всю русскую литературу 19 века. Главное, проследил бы, чтобы Гоголь случайно не выпал по дороге. И мне важно его читать, потому что я лукавством от него заряжаюсь. Мне нравится, как он притворяется. Я просто из всех своих несовременников, когда мне предлагают, с кем бы хотел пообщаться, да вот с ним. Но я совершенно же человек-маска такой. И для меня очень интересный. И мне кажется, что даже не таинственный. Мне кажется, что я его знаю. Ну, не знаю, там фильмы, театры. Я бы не взял театральные спектакли с собой вновь в ковчег, потому что снятые на пленку, они теряют все. Абсолютно все. Я трижды смотрел дальше «Тишина» с Раневской и Плятом. И я помню, какая лужица вокруг меня была, потому что я студентом ревел. Не знаю, с чего. Ну, вот она так играла. Причем она, Плят, в меньшей степени. И мне показалось, что оба старика, ну, сейчас меня убьют, конечно, что вот эта манера, от которой я умирал в театре, в телевизионном спектакле меня смутила какой-то избыточностью. Там я вдруг увидел, что Плят, будучи пожилым человеком, еще играет старика. Думаю, ну, как-то, наверное, ну, пленка. Потому что есть посыл театральный, уже по звуку как-то не так. Тогда надо снимать кино. А эти артисты могли играть в кино. Я понял, вашу генеральную идею взять с собой электронный устройство, на котором будет пиратским образом скачено все, поэтому ваш новый ковчег пойдет под пиратским флагом. Знаете, это старый такой анекдот, когда у еврея спросили там три желания, и он сказал, значит, там, дачу в Майами, жену краса. Это раз, он сказал. Вот. Так что я вот в свои желания на раз уже запихнул айпад, а уже в нем все. Спасибо вам, Нахин Залманович, большое за эту беседу. Ни одного вопроса отсюда, естественно, не задал. Да. Было очень с вами интересно. Спасибо. Приезжайте к нам, пожалуйста, еще по праздникам и по будням всегда. А вам, знаете, что теплой весны хочу пожелать, и хочу признаться в любви к вашему городу. Он меня совсем не своей архитектурой пленяет, и не думаю, что ему есть тут в чем похвастаться. Тут какие-то люди, которым я привык, которых я рад видеть. У меня здесь очень хорошая публика всегда. Я в Благовещенске не задумываюсь всегда. Чемоданчик в дорогу саряжаю с вдохновением. Пока. Счастливо. Это были «Простые вопросы» для Ефима Шифрина. Спасибо. Пока. День прожитый, нам повторить не удастся. Что ни говорить ему. А завтра вечерний вокзал, и иные зовут города. Я знаю, там тоже веселые, мудрые, милые, умные зрители. Но только таких, как сегодня, не будет уже никогда. А-а-а.